МОСКОВСКИЙ ипподром Наш телеканал приглашает вас последить за традиционной гонкой звезд, которая организована журналом «За рулем» и которая проводится с 1978 года. Лучшие гонщики России, вне зависимости от класса автомобилей, от класса гонок, в которых они выступают, собираются 23 февраля для того, чтобы выяснить, кто же из них самый сильный на настоящий момент. 28 автовавилей после прохода всех технических и административных проверок в итоге выпущено на старт организаторами этой гонки. И среди наших сегодняшних участников присутствуют три двукратных обладателя хрустальной шины. А это значит, что три спортсмена претендуют на то, чтобы этот приз, престижнейший приз в российском автоспорте, забрать к себе на вечное хранение. Сергей Успенский, Борис Маслов и Тимур Садридинов в разные годы дважды выигрывали гонку звезд, вне зависимости от того, где она проводилась. И сегодня у каждого из них есть шанс стать трехкратным и, соответственно, пожизненным обладателем хрустальной шины. Очень большая программа на Московском центральном ипподроме. Помимо того, что будет проведено два заезда, по итогам которых состоится три финальных заезда, в которых и будут определены уже победители гонки звезд. Также мы сегодня покажем вам так называемые промо-заезды с участием звезд мирового автоспорта. В частности, будут принимать участие в них гонщик Формулы-1, француз Ромен Гражан, который с нынешнего сезона будет выступать за команду Лотус Рено в качестве уже призового пилота. Ну а также примет участие и Фердаус Кабира. Первая гонка, которая проводится в формате борьбы за 10 очков, их получит победитель. Начинается с места, старт с места и спортсмены стартуют на шипованной резине. Во второй гонке будет все чуть-чуть иначе, резина будет не шипованная. И мы видим, как разворачивает одного из легендарных гонщиков России и Советского Союза Бориса Котелла, который сегодня выступает в одном экипаже с Татьяной Елисеевой. Ну а на первой позиции стартового поля стоял Сергей Рябов. Его автомобиль в квалификации показал результат 55,617 тысячных секунды и развил среднюю скорость в районе 120 км в час. Кирилл Ладыгин, знаменитый спортсмен из Екатеринбурга, долгое время выступающий уже за Тольяттинский автозавод, выходит на первую позицию, вслед за ним пристраивается Алексей Дудукалов, на третью позицию выходит Тимур Садридинов. После квалификации у Кирилла Ладыгина был третий результат, у Дудукала пятый, Садридинов располагался на шестой позиции. Все эти гонщики в разные годы выигрывали гонку звезд на призы журнала за рулем, но только лишь Садридинов, один из самых молодых пилотов в истории российского автоспорта, когда-либо попадавший в международные соревнования и завоевывавший призовые места на соревнованиях в России, является двукратным обладателем из этой тройки. Вот мы видим, что переворачивается автомобиль под номером 28, на нем сегодня выступает, но теперь уже можно говорить, что выступал в прошедшем времени Александр Квашнин, буквально несколько кругов ему довелось промчаться по московскому ипподрому, а круг длина его составляет 1800 метров, и вот мы видим, как для Квашнина гонка завершена. Помимо этого, также стоит отметить, что Сергея Крылова, у которого на автомобиле первый номер, и который не смог принять участие в этой гонке звезд, заменит Николай Карамышев. Замена не скажу, что бы равноценная, но в любом случае Крылов абы кого защищать цвета своей команды и выступать под своим первым номером, не посадит, поэтому на Карамышев мы сегодня тоже обратим самое пристальное внимание. Среди тех, на кого стоит также обратить внимание в этой гонке, можно отметить, ну, едва ли не каждого, и нашего знаменитого ролиста Дмитрия Брагина, и Антона Маркина, и, разумеется, легенду российского автоспорта, еще одного легендарного гонщика Владимира Челиваня, просто легенду Успенского, Латыгина, я уже говорил, Михаил Алешин возьмет старт, двукратный обладатель звания лучшего в гонке звезд Борис Маслов, Алексей Дадукало, Алексей Васильев, тоже наш знаменитый гонщик, который выступал не только в кольцевых гонках, но также и принимал участие в различных рейдовых соревнованиях. Чемпион России Евгений Вертунов, это паралли, молодой Михаил Тягунов, Олег Петриков, Евгений Амаксаков, сегодня в одном экипаже, Максим Травин, Мариса Котеллова, я уже упоминал, и участник чемпионата мира по классическому ралли сезону 2011 года, Дмитрий Тагиров, который совсем недавно вернулся из Швеции, и также сегодня принимает участие у Тагирова 33 номер. Но по ходу этих первых двух заездов, до того, как дело дойдет до финальных заездов, мы с вами разберемся, кто под каким номером, и сейчас скажу, что Александр Квашнин, мастер спорта международного класса, родом из Душанбе, завершает гонку, его автомобиль под номером 28 выбывает из дальнейших соревнований, получив повреждения, несовместимые с дальнейшим продолжением борьбы. Вы сейчас видите, что уже прошло 20 минут гонки, и по ее ходу выигрывает Кирилл Ладыгин, но надо отметить, что мы вам покажем избранное из первых двух заездов, каждая из которых проходит в режиме получасовой гонки, сначала на шипованной резине, потом на не шипованной. Первая, как мы с вами видели, гонка взяла старт с ходу, потом будет старт, первая с места, потом будет старт с ходу, ну а далее уже будем разбираться, кто же в трех финальных заездах будет обладателем главного приза в 2011 году. Уже успел побывать на трассе автомобиль безопасности, который несколько кругов возил машины по кругу Московского ипподрома, прежде чем были убраны остатки автомобиля под номером 28. И вот гонка продолжает, Ладыгин на первой позиции, и уже очень прилично он выигрывает у идущего на второй позиции Алексея Дудукала. Почти 7 секунд Кирилл выигрывает у Дудукала, и вот смотрите, только лишь на третьем месте Скрябин и Жарков, соответственно, Александр и Аркадий, но их отставание уже слишком велико, чтобы предположить, что кто-то из них сумеет составить конкуренцию в борьбе за первое место. А вот вылетает еще и Евгений Мейтес, 18-й номер на автомобиле у этого спортсмена, но обратите внимание, насколько сегодня ожесточенно проходит борьба. Евгений Мейтес выступает на автомобиле Рено Сандера, кандидат мастера спорта. Выступает он в основном в кроссовых и ролиных дисциплинах. В прошлом сезоне выступал на гонке звезд, и выступал, кстати, очень-очень успешно, занял в итоге второе место, и также в 2010 году принял участие на Кубке России по кольцевым автогонкам в национальном классе, и вот мы видим, что для него, так же, как и для Александра Кушнина, гонка уже завершена. Тем временем вот слишком краткосрочным получился вот этот вот эпизод с участием Евгения Мейтеса, потому что нужно идти дальше, потому что нужно стремиться к ревому эфиру, в котором мы с вами посмотрим финальные заезды гонки звезд. Подводим итоги первого заезда, по итогам которого победитель получает 10 очков, пилот, занявший второе место 8, и далее 6, 5, 4, 3, 2, 1, соответственно. Выиграл эту гонку Кирилл Ладыгин под 11 номером на счету Екатеринбуржца 10 очков, и он фактически обеспечивает себе место в финальных заездах. Алексей Дудукало финиширует на второй позиции, 20 номер на борту Алексея, он занимает второе место, и 8 баллов получается ответственно. Александр Скрябин, 23 номер стартовый, вот смотрим, у него 6 очков, далее Жарков, Садридинов, экипаж Петрикова-Оксакова, Дмитрий Брагин и Сергей Успенский, заслуженный мастер спорта, на восьмой позиции, он будет стартовать первым во втором заезде. Пока пилоты после первого заезда приводят в порядок свои автомобили, меняют шипованную резину на не шипованную, чтобы стартовать во втором заезде с хода, мы вам предлагаем, внимание, заезд на одинаковых автомобилях, так называемая звездная гонка, с участием легендарного российского пилота команды КАМАЗ-мастер двукратного победителя гонки Дакар, Фердауса Кабирова, гонщика Формулы-1, пилота команды Лотус Рено Ромена Грожана и Владимира Кабанова. Владимир Кабанов победитель раллийного кубка Рено Логан 2010 года, не имеет такого богатого опыта выступлений на треке, как Кабиров, ну и, разумеется, Грожан, как спортсмен, который выступает в Формуле-1, тоже может считать себя более мастеровитым пилотом по сравнению с Владимиром Кабановым. Но уже неоднократно зимний ледовый трек доказывал, что можем мы бить на своем поле, если можно так выразиться, на своей ледовой дорожке звезд мирового автоспорта. Мы помним, как на Лисине Пике дважды приезжал в Москву и оба раза не сумел составить конкуренцию победителям гонки звезд, Алексею Васильеву и Тимуру Судридинову соответственно, но сейчас ситуация несколько иная. Все-таки Ромен Грожан при всем уважении к Нальсинью Пике пилот сейчас, как ни крути, а призовой пилот гонки Формулы-1, после того, как случилась вот эта страшная авария с Робертом Кубицей из Польши, и первым номером лоту с Рено стал Виталий Петров, который сегодня также находится на Московском апподроме, который уже дал пресс-конференцию, и который сегодня будет принимать участие в большинстве призовых церемоний, видимо, и в призовой церемонии награждения хрустальной шиной победителя гонки звезд. Пике проиграл Кирилл Ладыгину, конечно, в 2009 году, ну а также в 2008 уступил Алексею Васильеву. История гонки звезд ведет свое начало с 1978 года, но когда Союз перестал существовать, и в России были некоторые сложности с финансированием, в том числе и финансированием спортивным, и автоспорт не стал исключением. На протяжении 10 лет гонка звезд не проводилась с 1995 по 2005 годы, но в 2006 вернули вновь эту гонку в календарь автоспортивных соревнований России, и она по сей день остается одним из самых популярных российских автомобильных соревнований. Но мы видим, что Роман Граждан очень уверенно, несмотря на этот монокласс, пусть состоящий и всего из трех машин, выигрывает эту гонку, и пока французу не может составить конкуренцию ни Фердаус Кабиров, ни Владимир Кабанов. У Кабирова есть очень большой опыт езды на треке, но, судя по всему, вот с этими переднеприводными автомобилями лучше управляется Граждан. Во всяком случае, по ходу этого заезда мы с вами видим, что он фактически не испытывает конкуренции со стороны соперников. Но у Граждана будет сегодня еще один подобный заезд. Вот сейчас француз выигрывает гонку, на втором месте финиширует Фердаус Кабиров, Владимир Кабанов занимает третье место, и это заключительный заезд Кабанова на московском подроме в 2011 году в рамках гонки звезд, потому что второй промо-заезд будет состоять также из трех пилотов, но в нем будут принимать участие Граждан, Кабиров и победитель гонки звезд 2011, который определится в трех финальных заездах уже после того, как будут подсчитаны все очки после первых двух получасовых заездов. Я напоминаю, что 10 очков получает победитель гонки в каждом заезде. Пилот, занявший второе место 8, третье место 6, ну и, соответственно, после суммирования баллов определяются 6 пилотов, которые в трех заездах на одинаковых автомобилях. Вот на этих Рено Логанах определят, кто лучший гонщик гонки звезд 2011 года в России. Этаким вращением Роман Граждан фиксирует собственную победу, радует публику, а публика сегодня в изобилии пришла на трибуны московского ипподрома. Сколько он вмещает? Порядка 6 тысяч зрителей, ну и битком, хочу сказать, трибуны, несмотря на примерно 15-ти градусный московский мороз. Итак, первый звездный заезд выигрывает Роман Граждан, на втором месте Фердаус Кабиров, третье место Владимир Кабанов, впереди второй заезд, старт сходу на нешипованной резине, после чего финальные заезды в гонке звезд журнала за рулем. Второй получасовой заезд гонки звезд журнала за рулем 2011 года пройдет в режиме старта сходу на нешипованной резине. Регламент практически тот же, что был и в гонке звезд 2010 года, которая прошла на Тушинском аэродроме, но единственное изменение по сравнению с 2010 годом, то, что финальных заездов будет не 6, как в прошлом году, а лишь 3. Сделано это в интересах телевидения, в интересах прямого эфира. Мы с вами обязательно посмотрим в прямом эфире финальные три заезда, а значит и в интересах нас с вами, уважаемые телезрители. После первого заезда диспозиция такова. Кирилл Ладыгин на первом месте, второй Алексей Дудукало, третий Александр Скрябин, но первым стартовать во втором заезде будет Сергей Успенский, потому что он финишировал на восьмой позиции и, соответственно, по регламенту соревнований он занимает первое место. Вот его истрент Сакса на первой позиции. У Сергея Успенского десятый номер на автомобиле, далее Дмитрий Брагин на ладе Калини, у которого четвертый номер на борту. Вслед за ним Евгений Аксаков, который сменил за рулем своего автомобиля Олега Петрикова по правилам соревнований. Те экипажи, которые представлены двумя пилотами на этой гонке звезд, обязаны второго пилота посадить за рулю на старте второго заезда. Итак, поехали! Второй заезд! Сергей Успенский, лидер! Так же, как и первый заезд, он будет проходить в получасовом режиме. И так же, как и после первого заезда, первые восемь спортсменов получают зачетные очки. И по итогам суммирования этих двух очков лучшие шесть пилотов выходят в финал. Что-то там происходит на одном из виражей. Я напомню, что средняя скорость спортсменов на московском подроме примерно 120 км в час. Любопытно, что прославленный Алексей Васильев, который принимает участие в трековых гонках, по ходу этого сезона, ратовал за отмену гонок на нешипованной резине. Во всяком случае, он говорил, что это едва ли не безумие на льду выступать без шипов. Но, тем не менее, именно Васильев уставил рекорд текущего сезона по скорости на круге на Раменском подроме. Он один из кругов на нешипованной резине как раз-таки прошел со средней скоростью 125 км в час. Так что еще неизвестно, на какой резине выступать лучше, если учитывать, что на шипах спортсмены выступают сначала, а потом уже разрывте этот лед вот этими огромными металлическими вставками. Уже выступают на хорошей нешипованной резине и периодически получается даже быстрее проходить круги, чем на шипах. Сергей Успенский продолжает удерживать первую позицию на втором месте Аркадий Жарков. Далее Дмитрий Брагин и что там происходит в одном из виражей? Смотрите, останавливается автомобиль, по-моему, врубился он в снежный бруствер. Нет, сейчас нам показывают, что все в порядке, все продолжают движение, но очень широко заходят вот в эти виражи спортсмены. Максимальная ширина дорожки на Московском подроме 28 метров, минимальная 20, но далеко не всегда там расходятся 2-3 автомобиля. Вот автомобиль Успенского, уже он без заднего бампера, заслуженный мастер спорта, многократный чемпионат России по ралли, двукратный обладатель звания победитель гонки звезд. Взлетают в небо снежные брызги, но пока по-прежнему все продолжают движение. По итогам первой гонки Евгений Мейтас и Александр Квашнин уже не могут выступить во второй гонке по причине получения повреждений автомобиля. И многих из них, ну, обоих из них с помощью тягачей убирали страсты, даже были желтые флаги. Смотрите, какая упорная борьба. Владимир Черевань выходит на первую позицию. Два автомобиля соприкасаются бортами. Успенский, Жарков, Брагин. Так выглядит первая четверка. Черевань стартовал за пределами восьмерки сильнейших. Остановка! Произошло серьезное столкновение. Алексей Васильев и Джоудат Минахметов. Минахметов сменил за рулем машины Михаила Тягунова. И там, по-моему, еще один автомобиль несся со страшной скоростью. Ух ты! Еще и переворот, как называется в автоспорте, сделал уши Алексей Васильев. Да, три машины приняли участие в этом столкновении. Четыре! И пятый тоже прилетает туда. Вот это накал страстей на московском упадроме на гонке звезд. Осталось только понять, кто же в итоге выбывает из гонки. Еще одно столкновение. Это Валентин Коржунов, который сегодня выступает вместе с Салаватом Подхудиновым. Очень неплохо данные спортсмены провели квалификацию. Заняли второе место вслед за экипажем Сергея Рябова и Вячеслава Малеева. Но, как мы видим, в гонке звезд совершенно не главное занять место на стартовом поле на полпозиции. А вот и Николай Карамышев, который сменит за рулем автомобиля под номером один Сергея Крылова. Потому какие-то личные причины помешали им принять участие в этой гонке. И у Карамышева сейчас покрышка постепенно превращается в ничто и слетает с диской. Похоже, что на диске дальше будет выступать Николай Карамышев, если, конечно же, не сойдет. Ну и желтые флаги на трассе Черевань, Ладыгин, Жарков, Успенский. Ладыгин еще до появления желтых флагов успел там пробраться на вторую позицию. И если так и завершится эта гонка, то сомнений в том, что Кирилл Ладыгин попадет в финал, нет никаких. Но у Ладыгина огромный опыт выступления на различных соревнованиях. В кольцевых гонках он является одним из лучших пилотов нашей страны. Выигрывал он гонку «Звезд за рулем» на Тушинском аэродроме, когда она впервые прошла не на овале, а на кольцевом креке в Тушино. Если ничего не путаю, выигрывал он и звание лучшего гонщика России. Чемпионом России был в классе гонка «Эволюшн», в классе «Лады Революшн». Был серебряным призером чемпионата России по треку и выигрывал первенство России по трековым зимним гонкам в 2009 году. В 2010 году был серебряным призером. В общем, у Ладыгина огромный опыт выступления на кольце. Вот Сергей Успенский останавливает и получает какую-то информацию от маршалов. Но под желтыми флагами, как известно, обгонять нельзя. Итак, 22 номер. 26 номер. Это мы с вами отметили Тягунов с Минахметовым и Алексей Васильев. Выбывают из соревнований автомобиль. Ох, Васильев пошел разбираться с Минахметовым. Ну, горячность Алексея Васильева. Всем нам прекрасно известно. Что-то ему не понравилось. Видимо, манера действия Джоудата, который... Джоудат Минахмет, кстати, очень опытный гонщик. И он знает, что такое борьба, в том числе и контактная борьба. Но, по мнению Алексея Васильева, он вел себя против правил в этой гонке. Было столкновение и, соответственно, ну, получил свою порцию ласковых. С 1955 года рождения Джоудат Минахметов, мастер спорта международного класса. Ну, кстати, не так давно, всего лишь 10 лет занимается серьезным автомобильным спортом на высшем уровне. Был чемпионом России по автокроссу. Ну, кроссмен, конечно, кроссмены, они знают, что такое серьезная контактная борьба. По-прежнему на трассе желтые флаги. А Миннес-то вышел, кстати, да, на старт второй гонки я не обратил внимания. И, тем не менее, вот сейчас также попал столкновение. Вот Николай Карамышев на диске вместо переднего колеса. Есть, конечно, возможность заменить покрышку. Но тогда нужно будет делать битстоп и все. И все будет потеряно. Так что не исключено, что у Карамышева просто появилась интрига, появилось желание продлить эту гонку. Пусть даже и на трех колесах, и на одном диске. Ну, а потом уже посмотреть, что из этого получится. Конечно, на дисках так же, как на покрышках, быстро ездить не получается. Однако же у Карамышева есть какие-то свои мысли относительно этого. Пятнадцатый, по-моему, номер. Это Борис Маслов или же 25-й Евгений Вертунов. Сейчас попробую уточнить. Пока на трассе по-прежнему автомобиль безопасности. У Евгения Вертунова Ситроен С2. Да, это все-таки 15. Ну что же, будет сейчас дан рестарт гонки. И вот последние 12 минут проведут спортсмены в боевом режиме. По регламенту этих соревнований, в случае, если кто-то из спортсменов получит одинаковые баллы, то тогда в итог пойдет первая гонка, потому что она была по итогам квалификации. Ну, как бы то ни было, давайте дождемся сначала окончания соревнований, после чего уже поймем, будут ли одинаковые какие-то баллы. Ну, а в случае, кстати, если уже после трех финальных заездов будут одинаковые суммы у спортсменов, а в финалах принимает участие 6 человек, и победитель получает 5 очков в каждом заезде. Победитель каждого заезда получает 5 очков, далее 4, 3, 2, 1, и занявший 6 место очков не получает. Так вот, по итогам тех трех заездов и определится победитель гонки звезд 2011 года, так вот, в случае, если одинаковую сумму будут иметь два пилота, которые претендуют на первую позицию, тогда они будут выяснять, кто же из них сильнее в перезаезде. Там уже никаких дополнительных факторов. Дополнительные факторы наступают в борьбу только после второй, только если одинаковую сумму получают спортсмены, претендующие на второе, третье, четвертое и так далее места. Здорово, серьезные потери несут спортсмены. Ага, это даже не 15-й, это 5-й, это Михаил Грачев. 15-й там продолжает борьбу, тоже там совершенно разломанный Ситроен Борисов Маслова. Вот, любопытно, что постепенно из трековых гонок уходят такие еще пару-тройку лет популярные автомобили. Некогда, как Volkswagen Polo, сейчас самыми популярными автомобилями в России на треке являются, как ни парадоксально, Lada Calino. Удивитесь, но это именно так. Сегодня 10 автомобилей этой марки принимают участие в гонке звезд, а также Ситроена. Ситроен Сакца также 10, и Ситроен С2. Две машины вышло на старт перед началом соревнований. Технический регламент по группе N1600. Подготовлен каждый автомобиль, передний привод. Мощность двигателя, объем двигателя 1600 кубических сантиметров. Ну и мощность порядка 140 лошадиных сил. Ну а, как я уже сказал, финальные и промо-гонки проводятся на автомобилях Rino Logan. Это машина более привычная для российских трековиков, чем, к примеру, постепенно вытесняющиеся остальные автомобили Ситроены и Lada Calino. Ну нет, Calino тоже это очень привычная для российского трека машина. Но последние пять лет она не добивалась столь серьезных успехов, как тот же Volkswagen Polo. Но, тем не менее, все в более плотной, более твердой позиции занимает отечественный автопром в гонке звезд за рулем. Кирилл Ладыгин на первой позиции. Ладыгин сумел выйти с восьмого места уже в число лидеров. Далее на сяти Ибице выступает Владимир Черевань. Может быть, не слишком традиционное решение для сегодняшней гонки, но для заслуженного, супер заслуженного гонщика нашей страны выбор, как видим, очень приличный. И сейчас он идет на второй позиции. Бросает снежный бруствер и Ладыгина, и Череваня. Но пока это не очревато ни для одного, ни для другого в потере места в гонке. Они продолжают лидировать, продолжают вести борьбу между собой за первое место. Владимир Черевань также выигрывал призовое место на гонке звезд, но еще ни разу не был победителем этого престижного соревнования. Ну вот мы видим клетчатые флаги. Это значит, что завершается и второй заезд. И сейчас нам предстоит с вами заняться подсчетом очков, чтобы понять, какие же шесть пилотов выходят в число финалистов и кто остается среди претендентов на главный приз на хрустальную шину. Напомню, еще никому из пилотов, начиная с 1978 года, не удавалось выиграть гонку звезд больше двух раз. Двукратных победителей целых четверо. Это Успенский Маслов, Николай Больших, который сегодня не выступает, и Тимур Сандритинов. Валентин Коршунов, который сменил Салаватова-Фатхуддинова за рулем автомобиля под номером три, мы видим остановился и гонку эту не завершил. Ну а сейчас мы с вами будем ждать второго промо-заезда и надеяться, что в финале пилоты покажут не менее бескомпромиссную борьбу, чем в двух первых заездах. В Ладыке Чревань Джарков такова тройка призеров, а во всем остальном через несколько секунд. Мы возвращаемся на трассу московского ипподрома, где продолжаются заезды в гонке звезд на призы журнала за рулем сезона 2011 года. И вот вы видите итоговую табличку по сумме двух заездов. Гирил Владыкин с заявным преимуществом выходит в финал. На его счету 20 очков. Это значит, что Екатеринбуржец выиграл оба заезда из двух предлагаемых. В Аркаде Джаркову вторая позиция 11 баллов. Дали Алексей Дудукало, Тимур Сандритдинов и Брагин со Скрябиным. Это шестерка сильнейшая. Не только Фердаус Кабиров прибыл в Москву для того, чтобы принять участие в заездах звезд, в гонке звезд 2011 года. Но и наш легендарный семикратный победитель Дакара. Обладатель рекорда по числу выигранных этапов на Дакаре среди всех трех категорий. Грузовики, автомобили и мотоциклы. Владимир Чагин, который буквально неделю назад неожиданно для 100% почитателей его залата. Он заканчивает свою автоспортивную карьеру. В 41 год непобежденным ушел царь Дакара. И сегодня он принимает участие вот в этих специальных показательных заездах. И будет приветствовать зрителей сразу после того, как остановится его КамАЗ. И Владимиру Чагину доведется выйти из своей боевой машины. Ни у кого нет такого послужного списка побед, как у Владимира Чагина на Дакаре. И разве что Стефан Петранцель может сравниться с ним по числу выигранных гонок. Но в разных классах. Три в классе мото и шесть в классе автомобилей. У Петранцеля, в то время как у Чагина, семь в одном единственном классе. Есть еще семикратный чемпион мира в автомобильном спорте. Это Себастьян Лёб. Мы в вашем покорном услуге довелось пообщаться на первом этапе мирового первенства текущего сезона на ралли Швеции с семикратным чемпионом. И, кстати, среди прочих вопросов, которые я ему задавал, был такой вопрос. Не хочет ли однажды Себастьян принять участие в легендарном ралли-марафоне Дакар. Француз помялся немного, но потом ответил, что не исключает своего участия в ралли-рейдах, в частности, и на Дакаре в том числе. Но отметил, что никогда не сядет за руль грузовика. Это, по его мнению, слишком страшно, слишком опасно. Но, собственно, и на мотоцикле тоже Лёб участвовать отказался. То есть Владимир Чагин – это уникальная личность на КамАЗе. Выигрывать и обгонять внедорожники, у которых нет ограничения по скорости, это, конечно, что-то уникальное. Царь Дакара в Москве! Легендарный Владимир Чагин! Семь побед на счету нашего великолепного спортсмена. Один из лучших гонщиков России. Вот этот, кстати, лучший пилот России, если не путаю, 2006 года. И вот сейчас он приветствует. Спасибо вам, Владимир Геннадьевич, за вашу блистательную спортивную карьеру. Ваше поддержка! Ваше искреннее желание участникам! Ну а теперь, дорогие друзья, нас с вами ждут финальные заезды 2011 года. Гонка звезд на призы журнала «За рулем». Она вернулась не так давно, вернулась не просто в календарь автоспортивных соревнований. Она вернулась на центральный московский ипподром. В 2006 году, после даже не 10, а 11-летней паузы, вновь стала проводиться гонка звезд. Просто два года подряд ее принимал в республиканский ипподром в Раменском. Но в 2008 году она вновь стала проводиться на центральном ипподроме Москвы. Хотя и на пару сезонов уходила на Тушинский аэродром. Есть еще несколько минут до начала финальных заездов. И давайте мы с вами более подробно познакомимся с финалистами, с теми шестью спортсменами, которые сейчас на одинаковых автомобилях, так называемых заездах в моноклассе, и будут выступать в борьбе за хрустальную шину. В первую очередь это Кирилл Ладыгин, 32-летний спортсмен из Екатеринбурга, который представляет на этой гонке, как, впрочем, и на протяжении большего числа лет из всей своей спортивной карьеры город Тольятти. У Ладыгина 20 очков, он выиграл и первый, и второй заезды. Мастер спорта, неоднократный чемпион России в различных видах кольцевых гонок, также чемпион России и по трековым зимним гонкам, многократный чемпион нашей страны по картингу, у него 20 очков, и он является, ну, судя по предварительному результату, безоговорочным претендентом на попадание как минимум в тройку сильнейших. У Аркадия Жаркова на счету 11 очков, он сумел подняться на второе место по итогам двух первых заездов, но все это не играет ровным счетом никакого значения. Дело в том, что все очки, набранные в первых двух заездах, у финалистов сгорают, и они будут выступать с нуля, что называется, в этих трех финальных заездах. Алексей Дудукало, также имеющий на своем счету опыт выигрыша гонки звезд на третьей позиции, 10 очков у Алексея, у Тимура Садридинова, который единственным из всех трех двукратных обладателей «Хрустальной шины» попал в финал. 8 очков, также 8 очков и у Владимира Череваня. Черевань финишировал на второй позиции его второй гонки, и это позволило ему сходу пробраться в число финалистов, и заключительным участником финальных заездов будет Дмитрий Брагин, на счету которого 7 очков. Вот такой расклад, такие спортсмены будут принимать участие в гонке звезд в финальных заездах, и вот мы видим, что у Александра Скрябина, у которого также 7 очков, что и у Дмитрия Брагина, ему не повезло по дополнительным показателям, по лучшему результату, не в первой, а во второй гонке. Прошу прощения за, собственно, оплошность у внимательных телезрителей. Так вот, Дмитрий Брагин в первой гонке был седьмым, завоевал два очка, но во второй гонке у него был результат выше, чем у Александра Скрябина, и он со своими пятью баллами во второй опередил Скрябина, у которого один всего лишь до восьмую позицию второй гонки, и, несмотря на равное количество очков у двух этих спортсменов, далее пошел Брагин, который и будет сейчас оспаривать главный приз. Ну, соответственно, из тех трех двукратных, лишь только у Тимура Содреддинова осталась возможность прибрать эту хрустальную шину в вечное пользование ни Сергею Успенскому, ни Борису Маслову не удалось еще раз попасть хотя бы в финал, ну а у Кирилла Ладынина и Алексея Дудукала есть возможность присоединиться к Тимуру Содреддинову и уже на следующий год, возможно, претендовать на пожизненное владение хрустальной шиной. Сейчас у нас еще одна небольшая пауза. Мы ждем с нетерпением, если честно, ждем начала финальных заездов. Не шесть их будет, как предполагалось изначально, а только лишь три, но это значит, что повышается цена ошибки. Вот уже постепенно выходят на старт автомобилей. Вот и первый номер, и четвертый, и второй, и третий тоже уже выходят на старт. Вот вам и шестой под шестым номером выступает Дмитрий Брагин сегодня. Я напомню, что номера машинам даются в строгом соответствии с теми местами, которые они заняли по итогам двух заездов. Ну, как мне кажется, вы должны были получить максимальное удовольствие от заездов. Все-таки не секрет, что автогонки многие смотрят в первую очередь для того, чтобы увидеть обгон, и для того, чтобы увидеть экшен. Может быть, кто-то ждет даже и аварий, как это ни парадоксально прозвучит. Сегодня было и то, и другое, и третий. И экшена было в достатке, и обгонов тоже огромное количество мы увидели в первых двух заездов, и увидев еще в финальном раунде. Ну, и что касается переворотов, я думаю, что тут должны остаться довольными даже самые взыскательные зрители, которые жаждут крови, что называется. Ну, по счастью, вроде бы сообщений о том, что провелась кровь хоть кого-то из гонщиков нам не поступало, но и перевороты, и злость Алексея Васильева над жаудатами Нахметова, и помятые бока, не только крылья, и оторванные бампера мы сегодня с вами видели. В общем, хватало, хватало борьбы в предварительных заездах гонки звезд, и сейчас нас с вами ждет самое-самое интересное. Нас ждут финальные заезды в борьбе за обладание хрустальной шиной. 22-я гонка звезд за рулем. Несмотря на то, что это соревнование проводится с 1978 года, я уже упоминал о том, что не каждый год, к сожалению, это бесподобное автоспортивное мероприятие имело место быть. В частности, был годичный перерыв в середине 80-х, потом был 11-летний перерыв уже в период с 1995 по 2005 годы, ну и сейчас вновь эта гонка стала ежегодной, она привлекает на трибуны Раменского, Московского, Центрального ипподромов, а также Тушинского аэродрома. Многие тысячи зрителей, вы не представляете, что тут творилось перед началом, уже за полтора часа до старта первого заезда перед трибунами. Зрители буквально ломились и пытались достать, ну, не лишний билетик, а как можно скорее попасть на трибуны, несмотря на то, что в Москве где-то примерно 12-15 ниже нуля. Жарков, Ладыгин, Дудукало, Черевайн, Садридинов, Брагин. Все-таки несколько иначе расположили нам спортсменов, если говорить о порядковых номерах, но все же, я думаю, лучше будет уточнить, когда мы увидим, кто из автомобилистов находится за рулем автомобиля, с определенным номером будет гораздо проще разобраться. Но пока поверим, поверим, что именно Аркадий Жарков в машине под номером один выступает. Ну, далее, соответственно, никаких изменений. Дудукало, Садридинов, Владимир Черевань под пятым номером и Дмитрий Брагин, соответственно, под шестым. Я для чего это говорю? Для того, чтобы просто определять лучше, кто же из них на каком автомобиле, потому что подписей с фамилиями вы, соответственно, не увидите. Так, пока пять машин на старте, не хватает шестого, точнее, пятого. Пятого это Владимира Череваня. Смотрите, какие различные возрастные категории выступают. Совсем молодой 21-летний Тимур Садридинов. Многоопытный, даже не просто опытный, а много-много-много опытный. Наверное, самый опытный наряду с Жудатом Минахметовым и легендарным борисом Котелло. Владимир Черевань по-прежнему конкурентно способен, который... Черевань тот самый Черевань, который продолжает выступать на высочайшем уровне. Пусть молодые постепенно подтягиваются. Вот он, а также Сергей Успенский. Это самые настоящие зубры, монстры, аксакалы, если хотите, российского автоспорта. И они нет-нет, да и покажут, что их рано еще списывать со счетов. В 1959 году Владимир Черевань. Ну и есть у него возможность выиграть впервые в карьере гонку звезд. Кирилл Ладыгин уже официально все-таки представляет город Тольятти. И несмотря на то, что родом он из Екатеринбурга, действительно, под первым стартовым номером мы сейчас с вами увидим. Аркадий Жарков. Все-таки нет, одинаковое количество очков у Садоридинова и Черевань. И, соответственно, четвертая позиция, четвертый стартовый номер у Владимира, пятый у Тимура. И шестым сегодня выступает Дмитрий Брагин. Вот обратите внимание, Дмитрий Брагин четырехкратный чемпион России по ралли-кроссу. Чемпион России по кроссу. Чемпион России по ралли в различных категориях в 2009-2010 годах. То есть классический раллист или даже, можно сказать, кроссист. Владыгин это кольцевик до мозга костей. Так же, как и Дудукало, так же, как и Садоридин. Черевань это универсаль, но в общем и целом, конечно, он выступал и в ралли, и в ралли-кроссе, да, и на треке в том числе. То есть тут, вне зависимости от того, в какой автоспортивной дисциплине ты выступаешь, ты, тем не менее, имеешь шанс победить. Тут все решает твое спортивное мастерство. Стартап! Первый заезд! Первый финальный заезд гонки «Звезд» 2011 года в прямом эфире на вашем экране. Тимур Садоридинов, самый молодой из победителей гонки «Звезд» за всю ее историю, выходит на первую позицию. Пятый стартовый номер у 21-летнего москвича. Его активно присылкают соперники, но Садоридинов выходит на первую позицию. Вслед за ним пристраивается Дмитрий Брагин, который, как мы поняли, сегодня очень-очень серьезен. Пока отстает Кирилл Лаврегин, хотя ему не было равных ни в первом, ни во втором заездах на предварительной стадии, но, тем не менее, финал – это нечто иное. Тут и времени меньше, и кругов меньше, и машины абсолютно одинаковые. Спортсмены не имеют возможности их попробовать перед началом гонки. Они садятся в абсолютно идентичные автомобили. Кто-то отстал. Садоридинов – первый, Брагин – второй. Так, а отстал-то у нас, получается, четвертый номер – это Владимир Черевань. Ну что же, молодость отрывается от опыта Владимира Череваня. Мы с вами ждем, чем же завершится, похоже, что дуэль между Брагином и Садоридиновым. Тут сразу три автомобиля. Дудукало, Жарков и Ладриен пытаются подняться на третью позицию, чтобы потом, может быть, начать атаковать ушедших вперед соперников. Но пока не очень-то получается. Напомню, что здесь также, как и в творительной гонке, будут даваться очки. Пять баллов за первое место. Четыре за второе, три за третье и так далее. И ни одного очка не получает спортсмен, финишировавший на шестой позиции. Соответственно, будет возможность исправить, если вдруг что-то не получится в первом заезде. Но возможность и так много с тренеров на первой позиции по-прежнему. На второй Дмитрий Брагин, далее Аркадий Жарков. И пока мы видим, что Дудукало с Владыкиным что творят. Очень-очень жесткий стык между двумя победителями гонки звезд разных лет. Но сейчас не они пока по-прежнему находятся в тройке. Владимир Челевай только лишь шестая позиция. Все по-прежнему не сбавляют скорости. Но все дальше отрывается Тимур Садридинов. И Дмитрий Брагин продолжает его пресинговать. Дмитрий Брагин родом из Тольятти. Мастер спорта. 1982-го подорождения. 1989-го подорождения Тимур Садридинов. И сейчас он очень уверенно летит. Вот что значит хороший стат. Раньше остальных Тимур Садридинов рванулся со старта. И он сейчас финиширует на первой позиции. Клечетый флаг Садридинов. Дмитрий Брагин. Да, и кто же третий? Третий все-таки Аркадий Жарков. Итак, записываем. Пять очков. Тимур Садридинов. А как иначе, кстати, вот если уж на то пошло, то Тимур Садридинову просто на роду написано было стать победителем. Дело в том, что Тимур Садридинов появился на свет 9-го мая. В день победы. Я не знаю, можно ли не выигрывать, когда ты рождаешься 9-го мая. Там был какой-то жесткий, жесточайший просто стык между двумя автомобилями. Вот на этом замедленном повторе нам показали. Жарков, да, Жарков у нас на третьей позиции. У него три очка соответственно. Я, честно говоря, упустил из виду. Кто же Дудукало, либо Ладыгин финишировали на четвертой и пятой позициях соответственно. Владимир Челивань, по-моему, не обгонял ни того, ни другого, ни Ладыгина, ни Алексея соответственно. Но сейчас автомобили выстраиваются на стартовом поле уже в другом порядке. Смотрите, как серьезно пострадала машина Кирилла Ладыгина. Боюсь, что фавориту сейчас придется распроститься с этим почетным званием и только на морально-волевых. Если такое бывает при наличии поврежденного автомобиля, далее предстоит сражаться Кириллу. Дело в том, что задним бампером мы видим его машина волочится по льду. И это, разумеется, не добавляет ему ни скорости, ни маневренности, ни аэродинамики. Садридина в пять очков, Брагин четыре, Жарков три. Далее по списку, но список этот пока не определен. Но насколько же интересно будет сейчас нам следить за оставшимися двумя заездами. Дело в том, что борьба ожидает стать еще более жаркой, несмотря на серьезные минусовые температуры в Москве. Все-таки Ладыгин вырвал у Алексея Дудукала четвертую позицию и два очка, соответственно. Посмотрим, на что способен Владимир Черевань. Пока на его счету нет очков. Но представьте себе, что, к примеру, Черевань сейчас выиграет два последующих заезда. Соответственно, виртуально он может набрать 10 очков и никаких проблем. Далее уже совершенно спокойно можно даже эту годку выиграть. Потому что Садридина максимально что сможет набрать в таком случае это 8. Но нет, Черевань будет очень сложно. Теперь выиграть с нулем после первой гонки претендовать на первое место сложно. На высокое, позволительно, на первое очень сложно. Меняется сейчас автомобиль на старте. В соответствии с регламентом они должны занимать разные позиции по итогам каждой гонки. Но победитель имеет возможность выбирать. Ух ты! Здорово помято крыло. У кого? Это Ладыгин. Да, больше остальных пострадал Кирилл Ладыгин. У него там и пампер оторванный, и крыло мятое с левой стороны. Вот она самая настоящая, столь любимая зрителями контактная борьба. Без соперей ледовой гонки, конечно же, не проходит. Вот так, и это Владимир Черевань. Вот, руки как зуб урывают, знаете, в ней тревизор. Нет, я вдруг испугался, что, может быть, Черевань сейчас раздумает принимать участие в соревнованиях. Нет, он просто занимает свое место на старте. Ведущий этой гонки известной ипподроме отметил, что борьба с бампером, Кирилл Ладыгин с бампером, пока заканчивается в пользу автомобиля. Ну что же. Игорь, скажи, пожалуйста, фирсовно. Так, бампер все-таки механики там открутят. Не без труда, но, думаю, в конце концов, им удастся лишить машину этой мешающейся части. Иногда бампер помогает, а когда отрывается, он бывает, что и является серьезной помехой. Но в то же время у Кирилла Ладыгина теперь машина полегчала, как ни крути. Соответственно, есть возможность включиться в борьбу за первое место. И вспомните, что Садридинов и Брагин стартовали с пятой и шестой позиций. И, соответственно, сейчас находится слева от вашего экрана. И, несмотря на то, что это считается не самой выгодной позицией, наиболее выгодными являются вторая и третья дорожки, выражаясь легкоатлетическим языком. И они лучше входят в первый же вираж. Но, тем не менее, Садридинов первым ушел в гонку. А сейчас новый старт в прямом эфире на телеканале «Россия-2». Финал. Кирилл Ладыгин в шестой позиции вырывается на первое место. Нет, ничего еще не потеряно для Кирилла. Сейчас самое главное понять, кто первый войдет в стартовый вираж. Ладыгин первый. Далее идет контактная борьба. Ладыгин отрывается от вот этих скрестивших своих бампера автомобилей. На второе место не вижу, не вижу, кто выходит. Вот сейчас мы ждем. Ладыгин по-прежнему на первой позиции. Сложно разбираться, не видя номеров, кто же там находится, на каком месте. Одно, очевидно, борьба за первенство для Кирилла Ладыгина еще, очевидно, не закончена. Ни при каких-то разводах. Нет, не разобрать. Слышно только, что скрежет металла. И понятно, что не сдался ни один из пилотов. Вот только единственное, что начинает отставать. Брагин из автомобилей. Вот они выходят на стартовую прямую. Проносятся перед основной трибуной. И патром в Рабинском. Ладыгин. Черево. Это Брагин и Садридинов. Ладыгин. Брагин, Садридинов. Нет, конечно, никакой праздник говорить не приходится. Мы на центральном патроме. Что на беговой улице в Москве. Но, простите, уж заговариваюсь. Не столь велика жажда борьбы на дорожке этого спортивного сооружения. Ладыгин, Брагин, Садридинов, Жарков. Такова четверка у Алексея Дудукалова. Второй заезд подряд. Пока лишь пятая позиция. И ничего, судя по всему, не может противопоставить своим более молодым соперникам. Владимир Черевань. А Кирилл Ладыгин, несмотря на... А может быть, благодаря отсутствию бампера, отрывается от конкурентов. Завершается очередной круг. У Кирилла Ладыгина уверенное лидерство. Брагин с Садридиновым по-прежнему решают, кто же из них быстрее в очной борьбе. Как было и в первом заезде. Но теперь это Брагин и на первое место. А лишь за второе, пока она складывается в пользу Тимура Садридинова, Владимир Черевань обошел Дудукалова. И совсем неважны дела у Алекс Аркадия Жаркова. Ладыгин по-прежнему первый. Жарков был, кстати, на шестой позиции. Не на пятой, как нам сейчас показали. И не смотрите на то, что скорость с этой длинно-фокусной камеры, кажется, вам медленной. Нет, здорово. За 100 км в час проходят машины по трассе. Может быть, средняя скорость Логана не стоит. Велика, как машина, которой заявлены в предварительные соревнования. Потому что, если еще не путаю, меньше мощность двигателя на Рено Логанах по сравнению с теми автомобилями, которые выступают в классе Н1600. Но и тем не менее, азарт борьбы захватывает. Кирилл Ладыгин первый. Финишный заезд. Это финиш второго заезда. Брагин и Садридинов. Соответственно, Тимуру Садридинову мы приплюсовываем 3 очка. Дмитрию Брагину, как и в первом заезде, 4. Кириллу Ладыгину 5. И борьба за первое место обостряется. Сейчас нужно дождаться, кто же занял места с четвертого по Владимир Череваль. Да, вот вам, пожалуйста, это еще 2 очка. У Жаркова 1, у Дудукала не 1. И общая статистика по 8 очков Тимур Садридинов и Дмитрий Брагин. На третьей позиции Кирилл Ладыгин. Судя по всему, именно эти 3 пилота у Ладыгина 7. И будут оспаривать звание лучшего в третьем заезде. И будем надеяться, что сделают они это в очной борьбе. Кто выигрывает третий заезд из этой тройки, Тот и становится победителем в гонке звезд 2011. Претендентов по большому счету трое. Ладыгин, Брагин и Садридинов. Не часто так бывает, что в заключительном заезде шансы на победу в гонке звезд, в самом престижном, ну, одном из самых престижнейших российских соревнований, где собраны все сильнейшие пилоты страны, лучший определялся в самом последнем заезде. Тимур Садридинов и Дмитрий Брагин. По 8 очков на счету этих спортсменов. И Кирилл Ладыгин. 7 баллов после первых двух финальных заездов. А это значит, что сейчас два из них, это Ладыгин и кто-то из двойки Садридинов и Брагин, имеют возможность набрать одинаковое число баллов в случае, если Ладыгин на одно место обгонит того-либо другого. И если эта сумма будет в борьбе за первое место, тогда будет назначен перезаезд. В борьбе за второе, третье и последующие места уже никаких перезаездов не будет, просто будут определены по дополнительным показателям победителей, точнее не победители, а призеры и возможные спортсмены, занявшие четвертое, пятое и шестое места в финале. Но в случае, если будет равенство у Кирилла Ладыгина и кого-то из двойки, Тимур Садридинов, Дмитрий Брагин, и это будет равенство, еще раз повторюсь, за первое место будет назначен супер-супер финальный перезаезд. Интрига закручена, круче некуда, дальше некуда, пружина, напряжение сжато до такой степени, что вот за считанные секунды до старта заключительного заезда зеленый флаг, поехали! Заключительный третий финальный заезд, Ладыгин выбирается на первую позицию. И что творится в первом вираже? Контактная борьба с коллегом автомобилем и авария! Кто остановился? Кто же остался в вираже и не смог из него выбраться? Под вторым номером у нас на трассе Кирилл Ладыгина останавливается Аркадий Жарков. Эта борьба не за первое место, вычеркиваем. Совершенно смело Жаркову, у него было 4 балла после первых двух заездов. Он не был претендентом на первое место. Чисто теоретически, да, он даже чисто теоретически не мог подняться на верхнюю ступень в пятисталовом борьбе за звание лучшего гонщика России в гонке звезд 2011 года. Желтые флаги на трассе, а это значит, что сейчас обгоны запрещены, а ведь очень краткосрочный этот финал. И тот спортсмен, который имеет первую позицию, сейчас имеет наилучшие шансы на итоговую победу. Ладыгин первый, далее Дмитрий Брагин и вслед за ним Тимур Садридинов. Точно в таком порядке спортсмены финишировали во втором заезде. Ладыгин, несмотря на только два очка, несмотря на только четвертую позицию в первом финальном заезде, тем не менее сейчас имеет шанс на вторую победу в финале подряд. И в таком случае, если так и завершится этот заезд, он сравняется с Дмитрием Брагиным. И тогда будет назначен перезаезд в борьбе за хрустальную шину 2011. 22-й розыгрыш. Гонки звезд на призы журнала «За рулем» подарил нам совершенно фантастическую интригу, хотя казалось, что уж кому-кому Аладыгину не будет равных. Но он столкнулся с ожесточеннейшим сопротивлением Алексея Дудукала в первом заезде. Покорежил автомобиль, оторвал бампер, помял левое крыло очень сильно, правое немного, но тоже помял. Ладыгин, Брагин и Садридинов. Тройка по-прежнему такова. Молодой Тимур Садридинов фактически теряет последние шансы на то, чтобы стать трехкратным обладателем главного приза этой гонки. Но у него таких шансов будет еще очень и очень много. Ему 21 год всего. Даже несмотря на текущую третью позицию и виртуальное третье место по итогам гонки, у Тимура Садридинова еще будет возможность прибрать хрустальную покрышку в вечное пользование. Ну а пока уже вижу маршала, который на готове стоит на финише с клетчатым флагом. И это означает, что сейчас убрали, да, убрали желтые флаги. И есть ли шанс еще у Дмитрия Брагина настигнуть Кирилл Ладыгина и без дополнительного перезаезда стать обладателем первого приза? Нет. Ладыгин первый. Пять очков. Брагин второй. Четыре. И два спортсмена имеют по 12 баллов после трех финальных заездов. Ну что, господа, интрига продолжает закручивать собственную пружину, собственную спираль. Назовите это как угодно. Кто там занял третье место, хотя я знаю, это Тимур Садридинов, это уже совершенно не важно, потому что нас с вами ждет перезаезд из двух всего лишь автомобилей. Вот смотрите, что там произошло с Аркадием Жарковым. Он воткнулся в кого-то из соперников. Так, Жаркова повело. И он воткнулся в четвертый номер во Владимира Череваня. Черевань продолжил борьбу, а Жарков был вынужден взбираться на сугроб. Я представляю, как ему было обидно. Вот таким получился финиш. Это Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин финишируют соответственно. Ну а третьим на финише оказывается Тимур Садридинов. Именно он будет вписан в историю как обладатель третьей, очень почетной, но все-таки не главной позиции в 2011 году. Далее Алексей Дудукало, Владимир Черевань, Аркадий Жарков. Это результаты третьего финального заезда. Сейчас будет произведен окончательный подсчет очков, но мы с вами знаем, что по 12 баллов имеют только два спортсмена. Брагин-Ладыгин, Ладыгин-Брагин. У Тимура Садридинова 11, остальные оказались им фактически не конкурентами. Четыре очка у Жаркова, потом он сошел в следующей гонке. И Алексей Дудукало, и еще также у нас стартовал и Владимир Черевань, но Владимир Черевань оказался не в состоянии соперничать с более молодыми спортсменами. Много машин на трассе, сразу два сейфти-кара, два автомобиля безопасности. Так, сейчас нам уже объявили, что Тимур Садридинов бронзовый призер. Да, ну я просто сделал небольшую паузу, потому что, не дай бог, за время трансляции решили что-то изменить организаторы в правилах, потому что в регламенте очень четко прописано, что действительно перезаезд за первое место, в случае, если два спортсмена именно за первую позицию набирают одинаковое количество баллов. И сейчас так и будет. Дмитрий Брагин, шестой стартовый номер, это Тимур Садридинов уезжает сейчас на свою третью позицию, увозит с трассы автомобиль Аркадия Жаркова, также покидает трассу и Алексей Дудукало, третий стартовый номер и Владимир Черевань номер четыре. А Ладыгин и Брагин остаются, чтобы в очном противостоянии один на один в дуэли выяснить, кто из них более достоин звания сильнейшего в сезоне 2011 года. Кольцевик Кирилл Ладыгин или роллист Дмитрий Брагин. У Ладыгина небольшое преимущество в опыте соревнований, он постарше, четыре года разницы, три с половиной между Кириллом и Дмитрием в пользу Кирилла, соответственно. Ну а у Брагина последние годы есть очень приличные результаты в зимних трековых гонках. Он уже приноровился, он уже почувствовал запах крови, что называется, почувствовал вкус больших побед. И сейчас я не сомневаюсь, Дмитрий Брагин почти уверен в том, что у него есть шансы побить Ладыгина. Ладыгин был первым в 2009 году, когда впервые гонка звезд проходила на Тушинском аэродроме. Брагин был вторым на следующий сезон в 2010 году по числу призовых мест, соответственно, у Ладыгина преимущество. Он еще был третьим в 2007 году, когда гонка звезд проходила в Раменском, подмосковном Раменском, на местном республиканском ипподроме. Здесь же, в Москве, на центральном ипподроме страны, никто из этих спортсменов не знавал вкуса побед. Ну, собственно, здесь в последние годы не так много проводилось соревнований, разве что в 2008 году гонка звезд прошла, когда три его призеров выглядела следующим образом. Алексей Васильев, Сергей Успенский и Виктор Казанков. Ну, а сейчас, опять после двухлетнего прерыва, ипподром вновь принимает сильнейших пилотов России. И сейчас нас с вами ждет, может быть, не самое интересное, хотя я не понимаю, как борьба за первое место может быть неинтересной, но уж точно самый захватывающий, самый интригующий заезд. Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин занимают места на стартовом поле четвертую-пятую дорожки, которые сегодня являются самыми удачными, самыми успешными для тех, кто стартовал с этих мест. И хорошо очень входят в поворот на переднеприводных автомобилях в левый вираж пилоты. Тем временем уже эвакуатор довозит автомобиль Аркадия Жаркова до закрытого парка. Это означает, что свободная трасса, и нас с вами ждет три круга чистой скорости. Чистой скорости, по итогам которой и мы узнаем обладателя хрустальной шины. У Ладыгина есть шанс стать двукратным. У Брагина впервые выиграть гонку звезд. Вот сейчас 10 секунд до старта. Первая передача. Ладыгин, Брагин, поехали! Стартан! Не было фальстарта. Бампер в бампер идут Брагин, Ладыгин. Дмитрий чуть-чуть вырывается на первую позицию. Кирилл Ладыгин стар уже по внутреннему радиусу. Дмитрий Брагин. Ладыгин срезает. Брагин тоже входит в управляемый занос. Дмитрий чуть-чуть впереди. Кириллу приходится очень непросто. И смотрите, как здорово защищается Дмитрий Брагин, который чуть-чуть сейчас лидирует. Но на прямой такое впечатление, что Кирилл меньше боится нажимать на тормоз. Он первый. Он первый с преимуществом буквально 20 сантиметров. Но у Брагина преимущество по входе в вираж. Да, Брагин по-прежнему лидит. Причем сейчас он выигрывает уже больше корпуса у Кирилла. Тому есть смысл, наверное, сменить тактику и попробовать уйти на внутренний радиус, что он и пытается сделать. Пристроивший сейчас воздушный пешок за Дмитрием Брагин. Первый. За два круга до финиша Ладыгин. Второй. Еще два круга. 3600 метров в борьбе сильнейших гонщиков России. 2011 года уходит на внутренний радиус Кирилл Ладыгин. Сейчас он занимает очень, очень хорошую позицию. Делает то же самое, что делал Дмитрий в первом вираже и во втором. Ладыгин возвращает себе лидерство. И похоже, что сейчас мы увидим то же самое, что вытворял Ладыгин в исполнении Дмитрия Брагина. Контактная борьба. Нет. Старается держаться друг от друга на расстоянии. Держит не дистанцию, но интервал спортсмены. Ладыгин первый. Брагин второй. Вот это достойнейший финал. Более отчаянного противостояния. Я что-то не припомню в гонках звезд последних пяти-шести лет, когда они начали проводиться с 2006 года. По различным совершенно правилам. Но сейчас какое это имеет значение? Правила едины в настоящий момент для всех. Кирилл Ладыгин выигрывает чуть-чуть меньше корпуса у Дмитрия Брагина. Ладыгин первый. Итальяти. Дмитрий Брагин также выступает за Тольятти. Оба они выступали на ладах, на калинах в предварительных заездах. Ладыгин отрывается. Будет ли это преимущество решающим в финальном заезде? На время тут не смотрите. Тут главное первому сунуть нос в финишный створ. Кирилл Ладыгин или Дмитрий Брагин. Осталось буквально два виража или один, если учитывать, что как поворачивают руль в занос спортсмены, так из него и не выходят с торцевой стороны. Этого овала московского центрального ипподрома Ладыгин. Все-таки опыт сказывается, судя по всему. Кирилл Ладыгин первый по-прежнему. Нет, не сдается Дмитрий Брагин, но у него остается так немного шансов. Он выиграл первый круг, но далее Ладыгин оказался более бесстрашным, что ли. И мы приветствуем победителя 2011 года «Гонки звезд» Кирилла Ладыгина, мастера спорта из Екатеринбурга, а ныне из Тольятти. 32 года этому спортсмену он второй раз в своей гоночной карьере выигрывает гонку звезд на призы журнала «За рулем». Отчаяннейшая борьба. Пожалуй, самое интересное мы с вами увидели именно в финале один на один. И Ладыгин оказался сильнее, хитрее, мудрее, может быть, чуть-чуть бесстрашнее, как мне показалось, потому что Брагин-то имел преимущество по ходу первого круга. Но, может быть, ему как раз не хватило этого опыта кольцевых и трековых гонок, который есть у Кирилла Ладыгина. Дмитрий Брагин второй год подряд становится вторым. В прошлом сезоне он уступил Тимуру Садридинову. В этом сезоне Кирилл Ладыгин оказался первым. И вот сейчас, я думаю, что у Дмитрия Брагина есть все основания, чтобы на следующий сезон претендовать на железную первую позицию. Да, ему будет непросто, но, тем не менее, он набрался того самого нужного, того необходимого трекового опыта и за ближайший год еще, безусловно, его поднакопит. Ну что же, тройка призеров выглядит следующим образом. Кирилл Ладыгин первое место. Ему достается хрустальная шина. И в следующем году мы увидим еще более ожесточенное противостояние, потому что четвертый, фактически, спортсмен будет принимать участие в борьбе за хрустальную шину. В пожизненное пользование это Ладыгин, Садридинов, Успенский и с чуть меньшими шансами опытный, но все-таки уже возрастной Борис Маслов. Такое впечатление, что возраст не действует лишь на двух человек в российском автоспорте. Это Сергей Успенский и Владимир Челевань, которые сегодня в очередной раз подтвердили свой высочайший автоспортивный класс. Кирилл Ладыгин выигрывает, выигрывает гонку звезд 2011 года и присоединяется к рангу великих. К рангу тех, кому предстоит еще доказать, кто же из них самый-самый в российском трековом ледовом автоспорте. Ледовые гонки – это украшение зимнего сезона автомобильного спорта нашей страны. И мы с вами видим, что они в который уже раз подтверждают то, что не зря зрительский интерес холодным февральским днем столь велик. Несмотря на очень низкую температуру, несмотря на сумасшедшую влажность, которая только усиливает ощущение холода, ни один из зрителей даже не вздумал покинуть свое место на трибунах центрального импадрома, потому что это гонка звезд. И это интрига, это борьба, это потрясающий зрительский интерес. Владыкин, Брагин, Садридинов – так выглядит тройка сильнейших в сезоне 2011 года на гонке звезд, которая состоялась на центральном импадроме Москвы. Ну а сейчас мы с вами будем следить за противостоянием трех спортсменов, которые сегодня уже вошли в ранг великих. Ну, двух из них мы уже видели вот в этом тройном заезде. Это Ромен Грожан и Фердаус Кабиров. Грожан, ночью Формулы-1, сумел доказать, что не зря его пригласили в почетном качестве гостя и, ну, фактически мастера на раменский импадром. Ну а теперь пять кругов. Кабиров, Грожан и победитель гонки 2011. Кирилл Ладыгин, старт! Ромен Грожан, седьмой номер, Ладыгин второй. Все по-прежнему о том же автомобиле без бампера и опытный, но очень хитрый, очень мудрый. Фердаус Кабиров пока решил попридержать свой автомобиль и посмотреть, как там эти молодые разберутся между собой, чтобы потом, возможно, выпрыгнуть из засады. Фердаус Кабиров пока на третьей позиции. И несмотря на то, что мы привыкли видеть этого пилота из Татарстана за рулем КамАЗа, но и на треке он неоднократно показывал свой высочайший класс. Так что не спешите сбрасывать его с тушью. Да, как пусть сегодня он уже уступил Грожану. А Кирилл Ладыгин, смотрите, что творит. Он выходит на первую позицию. Но Грожан еще совсем молод. Куда ему тягаться с Кириллом Ладыгином? К тому же, когда тот только что в блестящем стиле выиграл гонку звезд. Согласитесь, все-таки это не одно и то же. Смотреть за противостоянием Грожана Кабирова и Владимира Кабанова при всем уважении к победителю Кубка Логан по ралли и противостояния Грожана Кабирова и Кирилла Ладыгина. Если честно, то я могу сказать, что сегодня выиграл Кирилл Ладыгин в суперфинале, все-таки это абсолютно заслуженное достижение, потому что и в предварительных гонках и на шипах, и без шипов при старте с места исходу он был безупречен, безукоризнен и выиграл первую позицию. И сейчас он заслуженно лидирует, все-таки опередив Ромена Грожана и не подпускают к себе россиянин и француз еще одного представителя нашей страны Фердауса Кабирова. Все-таки расчет опытного гонщика пока берет верх над безрассудностью и Фердаус не ввязывается в вот эту борьбу, хотя не сомневаюсь, что он еще рассчитывает достать своих соперников и попробовать на финишном рывке, на флажке буквально вырвать победу молодежи. Представители трех разных поколений Фердаус Кабиров, Кирилл Ладыгин и Ромен Грожан. Представители трех разных видов спорта, исключительно в кузовах, ну может быть за исключением пары сезонов, когда выступал в классе Lada Revolution Кирилл Ладыгин. Так он выступает на кузовных автомобилях и формулист Ромен Грожан. Очень интересно следить за этим противостоянием. Грожан пробует в снежной пыли от автомобиля Ладыгина приблизиться к россиянину. Но, кстати, если я ничего не путаю, за всю историю гонки звезд и приглашенный гость ни разу не оказывался быстрее. Ну, честно говоря, вот сейчас не могу вспомнить так вот на вскидку, что же там происходило в 2010 году. Петров с Кухардом принимали участие в победу от Дима Грожанинова, а так на сине пике ни Ладыгину, ни Васильеву, в особенности Васильеву в 2008 году здесь же на Центральном подроме, не смог составить ни малейшей конкуренции. Грожан отчаянно сопротивляется против Ладыгина, но мы видим, что преимущество Тольяттинца растет. Растет не то чтобы неумолимо, но все-таки у француза остается не так много шансов и совсем немного времени, чтобы опередить Кирилла Ладыгина. Российский автоспорт, он очень силен. Это мы неоднократно доказывали и на внедорожных гонках, но и на кольцевых тоже были успехи. И вместо Виталия Рено в качестве первого пилота призовой команды Формулы-1 это тому живейшее подтверждение. Кирилл Ладыгин уходит на заключительный круг суперфинального заезда против Ромена Грожана и Фердауса Кобирова. И похоже, что если не допустит ошибок Ладыгин, все кончено для его соперников. Не вижу, за счет чего они могут эти конкуренты Ладыгина опередить. Но, впрочем, досмотрим. Давайте дождемся окончания этого финишного заезда. Ладыгин несется к своей очередной победе за сегодняшний день. Только лишь в первом финальном заезде он не сумел стать первым. Все остальные четыре из пяти завершал на первом месте Кирилл Ладыгин. И сейчас пятую победу за день одерживает Кирилл Ладыгин. Феноменальной получилась эта гонка звезд 2011 года. Кирилл Ладыгин, Ромен Грожан, Фердаус Кобиров. Это результаты суперфинала. Ну, завершается и наша трансляция. Следите за автоспортом на нашем телеканале. Любите скорость, но старайтесь не нарушать правила дорожного движения. Меня зовут Александр Гришин. Счастливо!